Всем привет! С вами снова профессор Антон. Я в очках, это значит я профессор. Я так считаю. И сегодня новый разбор Carpool Karaoke. Моя любимая рубрика, я прям обожаю этот формат. Кстати, кто не знает суть этой рубрики? В Америке есть такая тема, как High Occupancy Vehicle Lane или Carpool Lane. Это специальная полоса, по которой вы можете ехать только если у вас в машине несколько человек. Сделано для того, чтобы, естественно, большее количество людей добиралось до места быстрее. В Европе, правда, для этого изобрели автобус, но американцы пошли дальше. И запретили тем, кто один в тачке гоняет и использует много лишнего пространства, ездить по быстрой полосе. Поэтому Джеймс Кордон якобы должен от своего дома добраться на работу. И для того, чтобы добраться по этой полосе легальной, ему нужен еще второй кто-то в машине. Так как все обычные полосы в пробках. И вот он решает позвать знаменитость ту или иную. И в этом выпуске у нас певица, рэперша и просто человек и проход Ники Минаж. Дальше они поют песни и развлекаются. Собственно, это мы сейчас и посмотрим. Мы с вами научимся британскому произношению, сленговым выражением и способами Ники Минаж бороться со стрессом. Что ж, начинаем. Начинается видео с песни Anaconda. Anaconda, разумеется. После Ники, не выходя из образов, в специфическом манере рассказывает о смысле текста песни. Джеймс, ведущий, замечает ее необычное произношение и подкалывает ее. Джеймс спрашивает. Откуда взялся этот британский акцент? Откуда взялось использование этого британского акцента? Ники говорит. Это мотивационная речь, чтобы мир увидел. Но Джеймс ее подкалывает. Ты знаешь, что ты говоришь прям как Адель? Я знаю. Обратите внимание на фразу Like очень интересное слово. Оно может быть глаголом и означать нравится. I like you. Ты мне нравишься. Также слово like может добавляться к глаголам, чтобы показать как или каким образом. Либо использоваться в этом значении, когда мы хотим что-то с чем-то сравнить. Ха-ха, ты дерешься? Как, каким образом? Как девчонка. You sound like children. Вы звучите как, каким образом? Как дети. It smells like wine. Пахнет как, каким образом? Вином. Ха-ха, как вином. Не, как вином. Это если антагонист фильмов про Питера Паркера долго не мылся. You smell like wine. Ну и еще слово like. Это как в русском говорит типа. Вот смотрите, разбор внимательный. Заметите, что Никки очень часто его используют именно в этом значении. Есть даже приколы, что люди из Калифорнии постоянно говорят слово like. And I was like, oh my god, like, what happened? Like, okay, like, no. Постоян like, 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 like. Я вам советую аккуратнее быть с этим словом, короче говоря. Это прям стопроцентный аналог типа, только еще более бесячий. А вот Джеймс хочет еще послушать, как Никки изображает британский акцент и говорит. Give me your best Adele impression. Покажи мне свою лучшую пародию на Adele. И Никки не нужно просить дважды. Она сразу начинает в шуточной манере рассуждать о своей популярности с британским акцентом. Очень похоже на Adele. Я не так в этом хорош, поэтому, пожалуй, буду считать себя своим обычным американским произношением. Практически все, что я делаю, становится вирусным. Понимаешь, о чем я? Я сижу на баскетбольной игре, да, в камеру не смотрю. Делаю одно из своих фирменных движений. Это становится вирусным. Понимаешь, о чем я? Типа, люди платят за такие вирусные моменты. Понимаешь, о чем я? Слово viral переводится как вирусный. Но сейчас часто используется не в основном своем значении, не в буквальном. Про какую-нибудь популярную вещь говорят go viral. Если вы много лайков под этим видео наставите, it will go viral. Оно станет вирусным. То есть очень-очень-очень популярным. А do you know what I mean? Это тоже такое прилипучее выражение, которое означает в буквальном смысле понимаешь, о чем я, но его довольно часто ставят в конец предложения. Люди склонны использовать много слов-паразитов в речи. Поэтому запомнить стоит, но использовать только в определенных ситуациях советую. Кто-то вот-вот завирусится. Детские видео супер популярны. Ха-ха-ха-ха-ха. Послушав еще несколько песен, Джеймс и Ники начинают мило беседовать. И в своей речи Ники использует так много сленговых выражений, что даже Джеймсу становится порой непонятно. Да, если вы не знали, Джеймс из Британии. Не скажу, что у него прям британский акцент, но он такой, полубританский. Итак, дальше их разговор. Джеймс, если ты собираешься тусить со мной. Я пытаюсь. Ты должен хотя бы знать жаргон. Обратим внимание на следующее выражение. Тусоваться, общаться, в буквальном смысле отвисать. Короче, проводить время. Да, мы можем просто потусоваться вместе. Линго переводится как жаргон, сленг, словечки. Найс кап линго. Классный полицейский жаргон. А если и вам интересно разобраться в современном английском сленге и пополнить свой словарный запас крутыми словечками, то хочу вас познакомить с проектом English Show, Native Show. Вы сможете общаться с носителями языка на английском каждый день, и уже через месяц будете чувствовать себя намного увереннее и забудете о языковом барьере. Погрузитесь в языковую среду, общайтесь с иностранцами в своем мобильном и заговорите как настоящий англичанин. Кстати, участие в разговорных клубах для всех участников проекта Native Show бесплатно. Ссылка в описании. Двигаемся дальше. Помимо кучи шуток, сленга и разговора о рэпе и самого рэпа, разговор становится немного серьезней. Джеймс спрашивает. Объясни людям, что ты там ешь. Айс, лед. Каждый раз, когда я тебя видел, за твоей спиной кто-то стоял и держал кружку со льдом. Вот так. Почему? Ты думаешь, что тебе просто нравится это чувство во рту? Для меня это просто как антистресс. Знаешь, как мячик для снятия стресса. Ну да. Так что каждый раз, когда я типа кусаю лед, я так типа избавляюсь от беспокойства. Слово anxiety часто используется, это существительное, которое означает тревогу или беспокойство. Если же мы хотим сказать про человека, что он выглядит взволнованным, мы говорим anxious. Ты взволнована. Я просто так беспокоюсь о завтрашнем дне. Вот такой необычный способ выбрала Ники, чтобы снять стресс. Кстати, а как вы боретесь со стрессом? Напишите в комментариях. У меня тоже есть свои способы, но я вам о них не расскажу. Узнаете в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал. Если я не забуду, конечно. Вместо этого давайте автору самого залайканного комментария, со своим способом борьбы со стрессом, подарим месяц в проекте с носителями Native Show. Подписку и лайк на этом видео тоже проверим, так что не забудьте это сделать. Обязательно. Не заставляю писать честно все свои способы, можете написать что-нибудь угарное и смешное просто. Но если оно будет достаточно струбным, то оно наберет лайков. Но вернемся к ролику. Джеймс действительно удивлен, ведь Ники выглядит настолько уверенной в себе, а она вот рассказывает о другой стороне своей популярности. Я думаю, когда я была моложе, моим более естественным состоянием было быть более уверенной. Но я думаю, что когда ты женщина и ты все время у всех на виду, ты... Если ты неосторожен, ты можешь стать менее уверенной, потому что тебя постоянно внимательно рассматривают. Понимаешь, о чем я? Да понимает он, понимает. Хватит переспрашивать. Слово confident значит уверенный в себе. He's very confident. He's very confident. Он очень уверен в себе. Come on, Carmen. You're always so confident. Now come on, Carmen. You're always so confident. Ну давай же, Carmen, ты всегда такая уверенная. Ники использует полезную фразу to be in the public eye. Ее стоит запомнить для разговоров о публичных людях. Она буквально переводится как «быть в центре внимания» или «быть на виду у всех». I've spent my entire life in the public eye. Я провела всю свою жизнь у всех на виду. Еще одно слово, которое можно употребить в разговоре об известных людях, это to scrutinize. Рассматривать, разглядывать, внимательно изучать. Следовательно, to be scrutinized – это быть рассмотренным, изученным, внимательно, разгляженным. Вот вы английский учите, а мне похоже надо русский. В общем, когда замечает даже самые мельчайшие детали. Послушайте, президент Уокер – тот, кого здесь надо внимательно изучить. Вот так, успев и пообщаться, и подурачиться, Ники и Джеймс доезжают до работы. И Джеймс говорит. Последняя фраза, но, наверное, самая важная, которую мы здесь рассмотрим, это to appreciate, то есть ценить, оценивать. Это способ сказать, что вы благодарны за что-то или цените то, что для вас сделали. Британцы, может, не так часто это говорят, но американцы говорят постоянно. I appreciate it, thank… И после thank you в, наверное, 70 или 80% случаев будет идти I appreciate it. Thank you, I appreciate it. Спасибо, я ценю это. А иногда thank you убирают и полностью оставляют только I appreciate it. А если о чем-то просят, то порой говорят I would really appreciate that. Я бы это очень оценил. А мы, в свою очередь, ценим, что вы остаетесь с нами и смотрите наши ролики. We really appreciate that. We really appreciate that. Мы очень это ценим. И чтобы вы лучше усвоили сегодняшний материал, мы подготовили для вас тест. Можете найти его по ссылке в описании под роликом. Ну и спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю, как обычно. Пока!